у нас велосипед и я расскажу как велосипед осматривает человек который ремонтирует велосипед необычный во первых название нордвей фьорд это скорее всего что-то очень крутое потому что видите тут логотипчик такой наружный то есть скорее всего это европеец то есть один из каких-то очень-очень-очень первых европейцев которые выпускались лет 20 назад примерно потому что у него вот эта верхняя подводка тросиков соответственно велосипеду точно больше десяти лет то есть это раньше чем десятые года это переходная модель посмотрите здесь вибрейки а вот там крепление под дисковый тормоз и вибрейки закручены очень крутые гаечки таких просто в продаже вы не найдете но при этом они здесь закручены то есть велосипед реально очень крутой он алюминиевый смотрите насколько здорово и классно сделаны усилители дропаутов дропауты посадочные места под заднее колесо велосипед на самом деле очень дорогой очень интересно очень крутой убилка алюминиевые штаны все круто значит в чем здесь что-то не так почему мне показался странным и что мы будем здесь чинить первое смотрите то есть человек едет у него такая распальцовка то есть чтобы надавить на ручку мне надо я не знаю в какую позу мне надо сесть чтобы вот так вот нажимать на тормоза и при этом выкручены полностью барашки наружу и справа и слева я не знаю чем они там держатся но это очень качественная шимана это восьмерка 8 скоростной шимана то есть это велосипед был очень дорогой изначально грипс конечно нету рога развернуты в разные стороны то есть скорее всего либо руль кривой либо просто неправильно стоят смотрим на переднее колесо зонт колеса то есть это колесо новое тут хорошая алюминиевая дорогая при этом колесо стоит абсолютно неровно эксцентрик задний установлен задний эксцентрик он затянут от руки вверх ногами значит ну понятно что то стулка короче вот так люфтит болтается тормоз не работает полностью ротор у нас маслом смазан это как бы нормально так что эти пыльники сейчас он опущен он приехал вот так вот то есть пыльник был снаружи вот так надет рулевая болтается вилка не работает это тоже все понятно это тоже мы все будем делать смотрим дальше значит самое интересное у нас седло здесь у нас есть саморез то есть вот я не знаю зачем здесь саморез но он здесь есть и скорее всего наверно мешает правильному катанию то есть мы будем менять но наверное другое рам действительно крутая у нее прорезь вот здесь вот спереди то чтобы грязь не летела заднего колеса и поэтому сделали прорезь впереди то есть это еще 20 лет назад придумали как правильно делать рамы до сих пор кстати не делают многие производители дальше смотрите педали дорогие педали очень дорогие хорошие качественные стоят на этом велосипеде каретка стоит на промах но при этом она полностью сломана и разбита шатуны человек катается на средней звезде зубьев нет вообще при этом стоит абсолютно новая цепь и абсолютно новая кассета то есть где-то в другой веломастерской другой магазине поменяли кассету поставили новую цепь но при этом не поменяли шатуны не поменяли каретку я не понимаю как это может быть передний переключатель не работает при этом везде стоят дорогие резиночки фирменные шимановские резиночки пыльнички вот эти вот на тросиках тросик тоже новые задний переключатель асера древняя асера очень качественно алюминиево но она не работает вообще никак то есть ну на монетку нажать невозможно задний тормоз то есть зазор вообще пять миллиметров тормоз полностью закусывает не работает ничего ротор смазан маслом опять же задние тоже полностью люфтит эксцентрик закручен непонятно как и видим его открывали молотком или пускогубцами прошлый раз вот ну и на самое сладкое у нас крыло у нас вместо заднего крыла установлено переднее крыло, причем оно основно целонаправлено то есть я его просто вытащить не могу оно именно вставлено и прикручено то есть вы когда ездите на велосипеде у вас потоками ветра это крыло прижимает и стабилизирует то есть крыло Вас выполняет функцию как стабилизаторы велосипеда так и брызговника она именно направляется все стороны, куда брызги летят. И закрывает соответственно вашу одежду, чтобы ничего не попадало. Дальше, то есть, кто это делал, кто это делал, он, видите, шайбочки поставил. То есть, эти шайбочки здесь неспроста, это целенаправленно установлены шайбы вот сюда, вот под винтики. Зачем, не знаю, но вот интересно. Здесь то же самое, вот эта гаечка, я не знаю, от чего она. Она явно не от эксцентрика. Ну, может быть, не от этого эксцентрика, может быть, от колесного эксцентрика. Вот. Вот такие вот приколы. Наклейка классная, вот мне тоже понравилось. То есть, велосипед приехал в таком вот виде. Здесь мы будем вообще все делать. И, скорее всего, мы еще что-нибудь найдем. Ну, вот, ну, восьмерки на колесах, да, это понятно. То есть, здесь надо делать вообще все. То есть, перебирать втулки, менять каретку, менять шатуны, которые вообще непонятно почему стоят при новой цепи и новой кассете, дорогой кассете причем. Вот. Все рубашки и тросики, вот это все нормально поставить. Ручки подобрать. То есть, работы огромное количество. И самое главное, конечно, ротара надо отмыть от масла. Вот. Так что обращайтесь, мы вам пройдем такой же обзорчик на ваш велосипед, расскажем, что с ним не так, посчитаем. И только после этого вы решите, делать ли ваш велосипед, или не делать, или поехать в другую мастерскую. Все. Вот так вот выглядит велосипед после ремонта. Во-первых, поставили нормальный руль, поставили нормальные рога, чтобы было удобно держаться руками. Поставили грипсы и вот такие крутилки, потому что обе ручки у нас были сломаны. И теперь можно очень удобно переключать передачи. А клиент сказал, что он практически не пользуется переключением передач. То есть, ему одной-две скорости достаточно. Поставили новые тормозные ручки, потому что у нас теперь все раздельно. Отдельно крутилка, отдельно тормозная ручка. Перебрали колеса, перебрали втулки, все отмыли, все теперь чистенько, аккуратненько. Поменяли тормозные колодки, помыли тормоза, помыли тормозные диски. И поменяли шатуны и каретку. То есть, каретка у нас еще очень сильно болталась, шатуны были полностью изношены. При этом звезда и задняя звездочка, и цепь были новые. А вот почему-то в магазине, в предыдущем не поменяли шатуны. Все настроили, хорошие новые рубашки, новые тросики, все отлично. Единственное, что сиденье клиент пока сказал, не надо. То есть, делали все, кроме сиденья. Перекинули крылья вперед, как они должны быть. Покрышки пока не меняли. То есть, видите, покрышки тоже с дефектами. Соответственно, клиент теперь будет копить деньги, поменяет покрышки и поменяет сиденье, пока будет ездить именно так. Все, велосипед готов. Уложений здесь было очень много, но постарались вложиться в бюджет, который был у клиента. Продолжение следует... Продолжение следует...